всем привет вы находитесь на канале нет шеф канал о финансах инвестициях и фондовом рынке в этом очередном видео рассмотрим с вами индекс московской биржи наши российские бумаги нефть золото поэтому чтобы не пропускать новые выпуски обязательно подписывайтесь на этот youtube канал нажимайте колокольчик чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках так вы не будете их пропускать ну а мы с вами начнем но прежде хочу отметить что осталось очень мало времени практически неделя на то что воспользоваться уникальной возможностью и заказать кредитную карту тиньков платину статусную да при этом потратив всего 7000 рублей в первый месяц первые 30 дней на ваши привычные покупки скажем продукты иную то скажем продукцию до технику вы получите обратно 3000 рублей деньгами то есть пришли допустим магазин купили там технику до за 7000 рублей и 3000 вам вернется обратно на карту рублями то есть фактически вы за 50 процентов от стоимости купите технику либо купите ваши привычные продукты и плюс к этому еще и подключится бесплатное обслуживание карты навсегда эта акция ограничена она предоставлена партнером банком тиньков моему каналу специально для вас для моих подписчиков обязательно успевайте воспользоваться так как времени осталось достаточно мало практически неделя проходите прямо сейчас по ссылочке внизу под описанием и обязательно закажите данную крутую карту с такими крутыми подарками под видео будет ссылочка вот здесь в описании проходите по этой ссылочке у вас открывается окно для заполнения краткой заявки плюсом ко всему вы еще станете участником розыгрыша 10 миллионов рублей еще такой крутой бонус здесь мы опускаемся вниз выбираем желаемый кредитный лимит который будет вам комфортный далее целевое назначение допустим покупки ваши данные заполняете и внизу здесь мы с вами наблюдаем промокод который прикрепляется к заявлению и собственно те условия которые мы с вами проговорили также прикрепляется к данному промокоду соответственно чтобы получить данные привилегии и данные крутые бонусы обязательно заказывайте только по этой ссылке под видео напомню что я и себе заказал и уже получил 3000 рублей обратно и супруги заказали вот она конечно же тоже воспользоваться воспользовалась этой возможности у меня многие знакомые уже воспользовались данной крутой акции ну согласитесь по потрате 7000 вернуться обратно 3000 рублей просто так но это очень редко такое встретишь вот и нужно успевать воспользоваться такими крутыми кэшбэками а если говорить о событиях которые нас происходили в пятницу у нас главные ключевые события в мире и российской федерации были такие фокусе внимания была макро статистика сша что конечно является важным моментом для американского рынка это продажи на вторичном рынке жилья в октябре а также индекс опережающих экономических индикаторов сша за октябрь и перепродажи домов сша в октябре по статистике снизились на 5 и 9 процентов но ожидалось падение на 7 процентов то есть мы видим как статистика который выходит из сша по факту она является так достаточно приемлемой и менее тех ожиданий которые ставили аналитики все это говорит нам о том что инвесторы по-прежнему надеются на смягчение денежекредитной политику политики в следующем отчетном периоде по фрс но мы с вами уже не раз слышали о том что равны разные участники фрс заявляют о том и заявляли и о том что никакого снижения до истребиной политики фрс не предвидится все участники твердят о том что фрс будет по-прежнему агрессивно поднимать ставку и ближайший отчетный период и в ближайшее заседание которое по моему состоится в декабре если я не прав если я ошибаюсь напишите в комментариях поправьте то начинал заседание также будет увеличена процентная ставка и истребиная политика фрс по-прежнему останется истребиной мы уже видели с вами по американскому рынку как какая была реакция во первых на ту статистику которая выходила у нас по рынку труда которая оказалась довольно лояльна мы с вами увидели как снижалась как а по статистике снижались заявки на пособие по безработице но а также увеличение рабочих мест это нам говорит о том что инвесторы планируют и закладывают в рынок смягчение политики фрс в противовес тому что сами участники фрс в том числе и жерон пауэлл говорят о том что в политике фрс останется прежней и ужесточение будет только нарастать и следующем на следующем заседании фрс мы с вами не увидим смягчение политики а также увидим с вами дальнейшее усиление гашение инфляции за счет повышения процентной ставки если мы посмотрим с вами на европейский рынок то также что говорят европейский рынок и в том числе центральной банке cb то есть и cb поднимает еще раз поднимет ставки до ограничивающих экономии что говорит лагарда и cb поднимет ставки до ограничивающих экономическую активность уровней то есть понимаете да какая агрессивная политика идет со стороны cb ну мы это с вами видим на той паре евро доллар а именно укрепление евро доллару который мы с вами изначально планировали и о котором говорили еще на 0 95 о том что здесь у нас разворот это политика и cb в отношении укрепления национальной валюты более агрессивно по сравнению с американским фрс нам говорил о том что евро конечно будет расти к доллару что собственно мы с вами увидели вот всю эту волну сейчас на фоне того что участники фрс заявляют о том что будет по-прежнему агрессивное поднятие ставки и дальнейшее увеличение этой ставки да мы видим что объем на графике евро доллар идет некое так скажем торможение и идет некая попытка разворота то есть вот это скажем равна равна равновесия между евро и долларом в отношении политики центральных банков она то скажем немножко начинает восстанавливаться если у нас и cb огромными шагами превышала политику увеличение процента ставки по отношению к фрс то сейчас мы видим что риторики фрс по-прежнему остается из рябинная и на этом фоне мы видим попытку разворота и укрепление доллара по отношению к евро все это в рамках логики все это в рамках новостного фона который мы с вами получаем на ежедневной основе то есть если вы торгуете данной парой конечно же нужно обращать внимание именно на эту статистику во первых на статистику по инфляции в сша и на действия и в на высказывания участников фрс и если мы с вами посмотрим на американский рынок то мы сразу же когда вышла статистика увидели с вами реакцию рынка а именно обвал такой мини обвал на дневной свече до которые впоследствии вы купили но по-прежнему мы здесь наблюдаем именно медвежью формацию то есть именно американском рынке по-прежнему график понижающийся да и говорит о том что здесь разворот конечно же нет никакого для этого то скажем признакам и собственно той политики которая проводится центральным банком америки частности фрс все эти оскоки которые мы с вами видим это лишь такие временные отскоки которые проявляются за счет той риторики которые выкладываются в новостном фоне по-прежнему как и предполагалось и как говорит нам тот же то скажем джером пауэлл глава фрс фрс по прежнему будет придерживаться истребильной политики чтобы погасить инфляцию которая очень сильно так скажем настоящее время проявляется что еще можно здесь сказать на что то скажем влияет что влияет на наш рынок и на мировые рынки если мы посмотрим с вами на котировки нефти то нефть в пятницу достаточно сильно обвалилась но речь идет не только о нефти но и в целом о сырье если мы посмотрим вот сюда то у нас в целом все сырье в пятницу дошлись достаточно сильно падла на чем вопрос начнем вопрос скажем этот обвал получился да но этот обвал и в целом вал сырья произошел на той статистике которая выходила по китаю именно на статистике пока виду то есть увеличилась на очень большое количество человек заболевших к вид то есть те данные пока вид в китае снова начали расти соответственно у игроков появилась паника на фоне данной статистики что спрос на сырье может достаточно сильно упасть вследствие замедления экономики китая так как мы все с вами знаем что китай являются главным потребителем энергоресурсов и целом сырья то конечно же это задает некую панику среди игроков и игроки начинают скажем скидывать сырье и отыграть данную новостную линейку мы с вами увидели во первых очень достаточно серьезный обвал по нефти нефть это главный инструмент главный энергоноситель до которые закупают китай и мы с вами видим как от уровня 90 у нас произошел достаточно серьезный обвал вплоть до уровня 86 но если мы посмотрим на дневной формации то есть это та отметка которую мы уже достигали по нефти и который я то скажем планировал ранее то есть это тот уровень достаточно серьезный по нефти до который мы ставили перед собой целью да на предыдущей волне и которую принципе мы с вами увидели и достигли еще раз то здесь у нас получается такая двойная формация и в целом мы можем здесь определить некий боковик это уровень 100 и уровень 86 то есть у нас здесь находится поддержка мы видим это по предыдущим лаянда давайте увеличим график во первых очертим с вами канал нисходящий то есть рамка которой у нас шло понижение нефти да вот и сейчас мы видим после того как пробили верхнюю границу канала а тестировали сверху пришли на тест данной верхней границы данного сопротивления от которого я говорил что на этом тесте нужно шортить потому что здесь шартовая формация это отбой от верхней границы от сопротивления все сопротивления мы здесь очень четко видим на этом графике они у нас вот на этих уровнях то есть это те вершинки которые нас на которых у нас было то скажем отбить от верхней границы понижательного канала а также медвежья формация то есть медвежье поглощение вот и а сейчас у нас образуется некий такой боковик у нас вот это низинка является нижней границы боковика соответственно мы можем здесь определить следующий боковик в котором сейчас будет ходить у нас некоторое время нефть вот боковик это уровень 86 и верхняя граница уровень практически 100 это тот боковик в котором нет сейчас будет на торговаться очень продолжительное время и исходя из этого исходя из того что мы видим идет отбитие от нижней границы данного боковика на следующей неделе скорее всего будет отскок нефти и конечно же отскок будет направлен на верхнюю границу данного боковика что станет скажем драйвер для драйвером возможным для роста нефтяных компаний до акций нефтяных компаний на что собственно я на этой неделе и ставил вот я об этом писал своим закрытым telegram канале подписаться если желание на которую можете написать мне на почту там я выкладываю свое видение на рынок течение дня это нахожусь течение дня в режиме онлайн оставить закрытый чат где мы общаемся с подписчиками но и также если я совершаю сделки я также выкладываю их своем закрытом телеграм канале также есть открытый телеграм-канал бесплатный где выкладываю все важные но и течение дня подписаться на его можно пройти по ссылочке под видео там все важные новости которые влияют на наш российский рынок а если нет все-таки будет от как это данные нижней границы а мы видим что уже нет начинает откупать от данной границы и мы снова зашли пробивали данную нижнюю границу и снова зашли над этим уровнем то есть большая вероятность того что нефть у нас пойдет в отскок после столь продолжительно обвала вот в любом случае такие обвалы они случаются именно на спекуляции игроков дан то есть крупные игроки спекулятивно гонят котировки туда куда им собственно и нужно выбивая при этом стопы лангустов быков да вот поэтому я по нефти ожидаю отскок в вверх направлению по направлению к верхнему уровню данного боковика соответственно если мы посмотрим с вами на котировки нет и нефтяных компаний таких как раз как раз нефть то есть я здесь ставил цель 333 об этом я писал своем telegram канале вот и собственно мы сейчас с вами наблюдаем как четко к этому уровню у нас котировки пришли то есть все кто купил на 333 о чем я писал в телеграм-канале я немножко выше покупал но на отскоке продал то есть смог немножко заработать данный раз нефть но собственно тот кто ждет тех значений которые то скажем правильно определяется собственно на этом и зарабатывать то есть здесь теперь если котировки нефти мы увидим на кировкам нефти отскок достаточно серьезно то мы увидим отскок и по нашим нефтяным компаниям в том числе я ставлю на 1 нефть полукойл такая более картина вырисовывать который мне не нравится вот слабость то есть там лукойл мне кажется все свои котировки уже отыграл но если сравнить опять же компанию лукойл роснефть то русский мне больше нравится по именно по спекуляции то сейчас мы видим достаточно неплохой отскок под уровень 333 мы видим понижающийся объем то есть продажи снизились да ну и соответственно от этой границы я здесь ожидаем отскок но как минимум вот этот уровень но на этом оскоке принципе тоже можно неплохо заработать если использовать данные интерпретации правильно вот что мы видим теперь по нашему российскому рынку по нашему индексу давайте обратим внимание на наш индекс мвб мы видим по прежнему здесь понижающийся канал в рамках которого нас ходит наш российский рынок мы видим попытку разворота с этой зоны то есть у нас есть верхний боковик есть нижний боковик и есть промежуточное значение такой он скажем уровень неравноправия уровень продаж от которого мы видим идут продажи и рынок пытается откорректироваться в пятницу 10 пролив у нас по рынку от купили а это нам говорит о том что игроки не верят пока что в какую-то более развивающийся коррекцию по и нашему рынку поэтому если вы считаете что рынок у нас в этом моменте развернулся и он будет теперь только расти соответственно любые коррекции исходя из этого мнения да нужно воспринимать как возможность докупить бумаги что собственно я делал и делаю по сбербанку мы видим и что у нас и сбербанк корректируется но и многие наши российские бумаги об этой коррекции я уже давно говорил да что у нас должна быть коррекция на российском рынке но с другой стороны мы здесь видим попытку разворота вот эта формация которая формируется нас на сбербанке говорит нам о том что здесь сбербанк пытается развернуться и уйти на более серьезную коррекцию я по-прежнему жду коррекцию сбербанка на вот эти уровни то есть у нас здесь гэп и вот я своем телеграм канале прописывал уровне до на которых я буду покупать сбербанк собственно первые покупки я уже совершаю то есть ответ метки которые ждал уже мы в пятницу к ним пришли и уже эта позиция в плюсе вот ну а если будет более глубокая коррекция на те отметки которые я ожидаю естественно я и буду только сбербанк только докупать принципе если у нас никакой не гоник негатива больше не будет такого да я яростно явно то вполне вероятно ввиду того развития который сейчас показывает сбербанк своей отчетности и отчетность дальнейшем будет показывать то сбербанк имеет достаточно неплохие перспективы на средний срок но по каким отметкам покупать это конечно же дело вопросом вот в любом случае на хаях покупать его не нужно нужно покупать на просадках то есть на коррекциях если вы не успели заскочить в ракету на самых лаях вот это что касаемо сбербанка любом случае у нас по сбербанку также восходящий канал в который мы сейчас находимся это уровень 130 и верхняя граница 150 то есть вот такой вот диапазон в рамках которого у нас сбербанк ходил и мы видим что эту всю просадку прокол данного канала вы купили и котировки заскочили снова в этот канал еще раз напомню 130 150 диапазон данного канала поэтому здесь любой расклад принципе он будет для меня рассматриваться как положительные если будет расти то я в позиции если будет корректироваться то я только буду докупать на тех отметках которые я писал то есть это будет отличная возможность снова докупить сбербанк на коррекциях а что касаемо газпрома по газпрому нас вышли новости достаточно да неплохие но в плане того что газпром по-прежнему поставляет газ хотя в менее 50 процентов то скажем уровне до к выручке в частности была новость что газпром до марта может поставить в азербайджан до 1 миллиарда кубических метров газа вот но я думаю что все таки газпром настоящее время пытается переориентироваться с европы да нам просто об этом пока сейчас не говорят но в любом случае я думаю что газпром а те потоки которые перестали поставлять связи с теми обстоятельствами которые мы все прекрасно знаем в европу эти потоки будут пытаться перенаправлять в европу в европу в азию вот но и в другие страны то есть любом случае сейчас у нас зима и найдут найдутся потребители которые будут будут так скажем готовы покупать по достаточно приемлемым ценам наш российский газ нашего газпрома поэтому мы видим как по-прежнему газпром торгуется в данном диапазоне это лишь возможность неплохо здесь зарабатывать покупая у нижней границы продавая у верхней границы но в любом случае рано или поздно я думаю что выход из этого канала будет вот и по моему мнению краткосроке средних сроке он будет вверх на закрытие дивидендного гэпа в район 190 195 если будет какая-то манипуляция вниз на уровень там скажем 155 150 то это лишь хорошая возможность докупить газпром подешевле а если вы хотите покупать подскажем металлургов там ммк до северсталь кстати северсталь достаточно неплохая бумага в плане спекуляции да то есть мы видим достаточно неплохие отскоки на данной бумаге если мы сможем ммк то мы сейчас пришли как раз таки на уровень поддержки достаточно неплохой да и видим как от этого уровня у нас начинает от купать бумагу в целом мы видим пока что похоже на коррекцию на коррекцию вот и конечно на самых хаяк покупать бумаги не нужно а нужно покупать покупать их лесенкой на коррекции по уровням то есть самое главное определять важно уровне докуда бумага может дойти покупать просто так бумаги конечно же не стоит потому что купив между уровнями вы просто будете наблюдать просадку в своем портфеле уровне они тоже не являются стопроцентными потому что на любом уровне нужно смотреть как окупают бумагу то есть уровне это те котировки на которых крупные игроки формируют свои портфели если мы говорим о уровне поддержки соответственно это уровень где крупный игрок набирает свою позицию от которого котировки начинают расти собственно вот эти уровни я и показываю в своем закрытом телеграм-канале вот как их определять собственно и каждый день по различным бумагам я выкладываю графики с уровнями то есть это мини как минимум минимизирует ваши риски и возможность купить бумагу не там где это сделать необходимо вот поэтому и глядя на северсталь мы тоже видим достаточно неплохая идет коррекция но в целом я бы наверно пока что по данным компаниям не ждал в виду отсутствие каких-либо активных новостей до большой коррекции вот но опять же если мы видим с вами возможность коррекции то это лишь очередная возможность докупить бумаги подешевле нет никакого смысла еще раз повторюсь покупать бумаги на самых хаях вот здесь мы также видим покупку попытку от откупа бумаги то есть по северсталь еще на уровне 900 моя цель была уровень 600 мы долго топтались на уровне 700 и говорили что многие горели что он ниже она не пойдет но я с целью по северсталь ставил давно уже уровень 600 и собственно в конечном итоге мы этот уровень увидели но опять же если мы смотрим с вами на график то уровень 600 это являлся такой но попыткой манипуляции и весь вот этот пролив у нас от купили то есть уровень 700 у нас сейчас появляется по-прежнему достаточно серьезно 700-800 у нас по северстали боковик то есть мы по многим бумагам бумагам сейчас находимся в таком в долгом боковике толк долгой проторговки вот с одной стороны это может являться таким значением набора позиций крупными игроками да то есть крупные игроки набра для того чтобы набрать крупную свою позицию на миллиарды рублей да а вот они скажем набирает это в своем диапазоне если мы с вами посмотрим допустим на вот этот график то мы видим что вот этот диапазон во первых для торговли достаточно приемлемы до в нижней у нижней границы покупай у верхней границы продавая то есть для торговли это идеально это скажем возможность зарабатывать до покупая я имею ввиду боковики да то есть покупая у нижней границы продавая у верхней границы ну а крупные игроки вот в свою очередь используют это как для набора позиции и в дальнейшем после каких-то положительных моментов в час части то скажем производственных показателей выручки в общем говоря неплохой отчетности мы с вами увидим выход из данного боковика вверх то есть здесь у нас конечно же в случае развития положительного во первых в геополитике то есть эти будут первые значки в геополитике о соглашении до между киевом россии соответственно у нас из этих боковиков очень быстро бумаги выйдут вверх то есть это нужно понимать и нужно следить за данными новостями вот ну а пока ввиду того что есть все-таки такие геополитические риски на которые многие крупные игроки пойти не могут вот многие игроки сейчас находятся на заборе так называемом и не входят в позицию ввиду этих достаточно серьезных рисков соответственно и расти бумаж и бумаги достаточно сильно не могут то есть есть некое ограничение поэтому видим с вами некие боковики вот и ограниченность в росте ввиду того что многие игроки опасаются геополитических рисков мы уже с вами не раз наблюдали когда выход той или иной новости геополитические геополитического до геополитического характера очень сильно обваливает в моменте наши котировки наших бумаг и мы видим как на это реагируют крупные игроки выходя из позиции бросая свою позицию в рынок тем самым обрушивая на без того тонком нашем рынке котировки которые устремляются вниз ребят вот такой небольшой обзор на вот пишите комментариях что вы думаете по этому поводу вот считаете ли вы что от текущих значений мы будем только теперь расти либо вы считаете что рынок по-прежнему находится на такой тонкой грани и любая геополитическая новость отрицательно может повлиять на обновление лайов по нашему рынку да такая вероятность конечно же существует но я надеюсь что до такого не дойдет и все у нас будет хорошо любом случае если у вашей позиции находится в минусах то наверное стоит докупаться на просадках и не стоит отчаиваться все у вас будет хорошо рано или поздно рынке отрастает то есть фондовый рынок он имеет свойство падать имеет свойство отрастать единственно это просто растянуто все во времени если вам денеж средства не нужны столь срочно то наверное стоит подождать когда ваши позиции снова по зеленеют ну а с вами был напиши всем хороших торгов всем хорошего выходных всем пока пока